Привлечь к занятиям спортом как можно больше людей. Такая задача стоит перед властями во всех регионах страны. В своем послании Федеральному собранию президент поставил задачу, чтобы к 2024 году каждый второй регулярно занимался спортом. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уделяет развитию массового спорта и физкультуры огромное внимание. Задачи, поставленные главой государства по обеспечению массового охвата людей занятиями физкультуры и спорта, созданию для этого максимальных возможных условий, имеют важное значение и стратегический характер для поступательного развития России. Участники Совета подвели итоги первого года реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Он входит в нацпроект «Демография» и рассмотрели лучшие практики по популяризации здорового образа жизни. Участники Совета отметили положительный опыт Самарской области по практике сдачи ГТО дошкольниками. Отдельно губернатор Самарской области рассказал о федеральном экспериментальном проекте «Стань чемпионом». Он позволяет детям от 6 до 12 лет пройти бесплатное тестирование, которое определяет, к какому виду спорта есть предрасположенность. За год такой возможностью воспользовались почти 3000 человек. Мы не стесняемся учиться друг от друга, и это очень важно, поскольку это дает возможность развития той или иной отрасли, в данном случае, массового детского спорта в нашем регионе. Мы взяли на заметку лучшие практики и, конечно же, их будем внедрять. На заседании Совета обсудили ряд проблемных вопросов. В частности, по мнению Игоря Комарова, не в полной мере используются возможности спортивной инфраструктуры школ и вузов. Уже разработана и утверждена межотраслевая программа развития школьного спорта. Теперь под программы предстоит принять на региональном уровне. Чтобы вовлечь в занятие спортом как можно больше школьников, нужно создавать клубы. Это направление планируют активно развивать. Требуется и поддержка ректоров при организации студенческих соревнований. Особое внимание развитию спорта по месту жительства. Во многих регионах не хватает инструкторов, которые работают на площадках во дворах. И у Самары здесь есть чему поучиться. В регионе работают более 300 тренеров по месту жительства. Лариса Шлафаст, События.